Или он есть, скорее его нет в жизни, да? Слабость позиции экзистенциалистов он отметил один из первых. Он сказал, что не берется во внимание прогресс как таковой. То есть человечество эволюционирует, поэтому экзистенциалисты не учитывают прогресс как таковой. На сегодняшний день Уилдер опубликовал более двух десятков книг, которые были переведены более чем на 20 языков, и в процессе создал интегральную теорию. В силу своего всемооблемлющего характера, интегральная теория используется в 35 различных человеческих отраслей знаний. Такие как искусство, здравоохранение, менеджмент, экология, экономика, психотерапия, право и так далее. В 1998 году им основан интегральный институт, исследовательский центр по изучению научных и социальных вопросов в рамках интегрального и нередукционистского подхода. Можно выделить две книги, которые затрагивают личную жизнь Киана Уилдера. Это «Благодать и стойкость», бестселлер такой был, о пяти годах его жены Трейз мраком груди. Она трагически погибла от этого заболевания. И «Один вкус», которая, по сути дела, книга «Один вкус» является личным дневником Кена Уилдера за 1997 год. Где там было много разных интересных моментов, в том числе его интервью журналу «Шамбала Саны» дзен-буддистскому, где как раз показательная его позиция. Например, когда ему задают вопрос представитель ортодоксального дзен-буддизма, интервьюировал от этого журнала, когда он ему задал вопрос, «Вы считаете, что одного дзен-буддизма недостаточно?» Да, и вот тут он отвечает, что «Я считаю дзен-буддизм завершенной системой для постижения абсолютной истины. Но мы живем, как по аналогии есть абсолютная бодхичита и относительная, что может примерно коррелировать с абсолютной относительной истиной. Мы живем в мире относительной истины. Если процитировать Джона Каннингема Лили, «Не существует абсолютных решений для относительных проблем, помимо математики. Вы от того, что постигли абсолютную истину при помощи дзен, или какой-то другой традиции, это не делает вас автоматически просветленным во всех остальных, продвинутым во всех остальных отраслях. Это не дает вам ответа на все остальные вопросы жизни относительно истины. И мы вернемся к этому, объясняя, что имел в виду Кен Уилбер. Да, на вопрос, что, когда по-другому задали вопрос, что умеете делать вы, например, что знаете вы, чего не знал Будда, когда по-другому задали этот вопрос. Он сказал, я умею водить джип. Это и есть прогресс, эволюция и относительная истина, собственно говоря, в аллегории, в такой метафоре. Кроме того, интегральная теория используется для разработки подхода к личной трансформации, развитию и интеграции, получившей название «Практика интегральной жизни». Integral Life Practice, книга с соответствующим названием под редакцией Уилбера, то есть уже написана в институте его сотрудниками, учениками, соратниками, была переведена на русский язык в 2014 году в практике интегральной жизни. То есть теоретическая основа была воплощена в конкретные практические рекомендации, как развиваться лично, используя интегральную систему. В практике интегральной жизни имеются четыре центральных модуля, с которыми и методики направлены на эти модули, это мы в следующих слайдах увидим, да, тело, ум, дух, тень. И дополнительные модули, с которыми там работа, как, скажем так, альтернативно. Я перечислю их просто. Интегральная этика, интегральная сексуальная йога, работа, преобразование эмоций, интегральное воспитание детей, если они есть, интегральное взаимоотношение, интегральная коммуникация. Это как раз техники, которые влияют на центральные модули. Они подробно описаны в этой книге и в других книгах Кена Булбера. Собственно говоря, вы видите, что физическое развитие, тренировка ума, духа и работа с теневыми тенденциями, которые, по сути дела, бесконечны. Все это важные четыре компонента для создания интегральной личности, назовем это так. В книге «Интегральная медитация» 2016 года, переведена на русский язык в 2017-м, Кеном Булбером подробно описаны два разных и весьма отличающихся друг от друга типа роста и развития человека. А это означает и два очень разных типа духовной практики. Один из которых – путь просветления с тысячелетними традициями, а второй путь взросления, который был открыт лишь около века назад. При помощи интегрального подхода оба этих пути, можно сказать, впервые в истории встретились. Встретились и оказались совмещены. Это упрощенная схема решетки Уилбера-Компса, которую Кен Уилбер и Алан Компс, независимо друг от друга, можно сказать, описали. Это связь между уровней и состояниями сознания. Ну, вы видите, слева по вертикали у нас снизу вверх идут уровни сознания. Это очень упрощенная схема, но мы часто будем к ней прибегать в процессе семинара. То есть эгоцентрический, этноцентрический, мироцентрический уровень, мы их будем потом по-разному называть, но смысл примерно такой. И состояние сознания. Оно бывает грубое, тонкое и причинное. Мы потом подробно будем разбирать состояние сознания, поэтому пока не будем вдаваться в детали. Схему можно усложнить. Еще используется промежуточный вариант, где 21 состояние сознания. То есть недвойственность здесь включена. Недвойственность – это скорее не отдельное состояние сознания, а основа для всех состояний сознания. Потому что в этом и отличие, в общем-то, как бы недвойственных традиций и югических шаманских практик. Югические и шаманские практики направлены на то, чтобы перевести вас из одного состояния в другое, когда недвойственная традиция призывает вас признать то, что уже есть. Поэтому, собственно говоря, недвойственная сама по себе – это условия возникновения всех состояний сознания. Туриотита, если из тибетского буддизма брать, да, дзокчен, традиции. Ну, опять же, да, это, наверное, тема уже следующих семинаров по духовному росту. Решетка Вилбер Компса, как вы ее видите, здесь использована стадия Жанна Гипсера развития архаическое, магическое, мифическое, рациональное, плюористическое, интегральное и сверхинтегральное. Уровни развития, да, помните? Связь между уровнями и состоянием сознания. Уровни сознания или уровни развития или роста по стадии. То есть вы практически на любом уровне можете иметь опыт грубый, тонкий, причиной и недвойственной. Вы можете постичь абсолютную истину на любом из этих уровней, но вы будете интерпретировать это через эго. Эго, находящийся на определенном уровне, на магическом, мифическом или рациональном, в лучшем случае, да, как большинство происходит со всеми духовными учениями. В этом была проблема, собственно говоря, когда дзен-буддизм начал проникать на Запад, в США, и первые учителя из Японии, допустим, там, где наиболее развита дзен-традиция, приезжали с мифического или с рационального, в лучшем случае, уровня вещали ученикам в Америке, которые находились на плюористическом уровне. И они не понимали, там, гомофобных взглядов или каких-то других, там, принижения, там, роли женщины или еще что-то. То есть, когда учитель, просветленный учитель, который реально достиг недвойственного осознания, Кеншо и Сатори и все прочее, когда начинают говорить такие вещи, плюористические ученики, которые не находились на таком постижении, уровне постижения абсолютной истины, у них произникало, как бы, да, небольшое, вот, как бы, и отсюда родился нью-эйдж, и всякие, там, да, недоинтерпретации чего-то, да, разводы шатания, собственно говоря, которые сейчас присутствуют. И мне кажется, до конца разбирающихся в целостной этой картине, к сожалению, немного. У нас очень популярная, как бы, такая, во всех странах мира тематика, да, духовного роста, но до конца, вот так, чтобы это все было разложено и научно, можно сказать, обоснованно, как это сделал Кен Уилбер, практически нет нигде. Пожалуй, все, наверное, с решеткой Уилбер и Компса. Вы поняли уже, что, собственно говоря, наиболее совершенным, как бы, не говоря абсолютно, просветления такого нет. Поймите, что сверхинтегральный уровень это самый высокий уровень для данной эпохи. Это, вот эта шкала, она, в общем, может быть еще продлена выше. А чем отличается интегральный от сверхинтегрального? Вот тут вот, да, есть просто некоторые исследования шкалы, но будем говорить-то, там есть низший интегральный уровень, есть выше. Сверхинтегральный, там уже степень отождествления, оно шире, чем просто на интегральном уровне. Отождествление с чем? Отождествление себя с уровня развития линии, мы сейчас, когда будем рассматривать линии развития интегральной операционной системы, мы сделаем на этом акцент. Что просто, если подробную шкалу брать, мы просто пытаемся сегодня как можно коротко об этом объяснить в ознакомительном таком формате. Тоже будет понятно, да, что шкалу можно использовать разные. Видите, здесь совсем все просто, да, здесь даже нет. Интегральное слово, оно появляется после мироцентрического, на самом деле оно появляется после. Это просто более развернутая схема. Здесь появляется у нас, на самом деле, плюористическое соответствует, собственно говоря, мироцентрическое в какой-то степени, интегральным или низшим интегральным уровнем. И мы можем здесь видеть интегральный, сверхинтегральный. Мы могли бы здесь промежутки между интегральными, сверхинтегральными, еще выделить один или два уровня. Поэтому это все зависит от шкалы. Мы вернемся к этому, я буду по аналогии шкал. Кен Уилбер и его труды имеют широкое признание во всем мире. Многие считают, что наиболее выдающимся теоретикам трансперсональной психологии, его считают, и сравнивают с Эйнштейном в области исследования сознания. Был такой сборник, что такое просветление под редакцией Джона Уайта, в который в числе прочих были включены работы таких всемирно известных личностей, как Алан Уоттс, Олдос Хаксли и интервью автора сборника Джона Уайта с Джиду Кришнамурти. Так вот, этот сборник, что такое просветление, завершается статьей Кена Уилбера «Высшее состояние сознания». И Джон Уайт, как автор сборника, который забирал эти статьи, объясняет выбор, для завершения своего сборника, выбор статьи «Высшее состояние сознания» Кена Уилбера цицата, поскольку она совмещает в себе простоту и элегантность. Она настолько хорошо передает суть вопроса, насколько вообще слова способны выразить невыразимые. И в этой статье, ну, в принципе, тоже рекомендую к прочтению, она достаточно хорошо переведена на русский, там показывается как раз то, о чем я говорил, что недвойственность – это состояние, благодаря которым… То есть просветление – это состояние, которое всегда присутствует с вами. Это если просветление бы имело начало во времени, это означало бы, что оно конечное. Поэтому, когда постановка вопроса стоит «Я достиг просветления?» Просветление – это не то, чего можно достичь, иначе бы оно имело начало во времени, а все, что имеет начало во времени, оно конечное. Поэтому недвойственность – это и есть основа. Собственно говоря, про это и была статья «Высшее состояние сознания», и там она действительно была очень хорошим слогом написана и хорошо переведена на русский. Мы переходим ко второй части нашего семинара про, собственно говоря, подробное рассмотрение интегральной операционной системы или интегральной модели Кена Волбера, которую он создал в течение многих лет, да, усовершенствовал и как-то так усложнил к сегодняшнему дню. Она будет протекать по мотивам книги «Интегральная видительная» 2007 года. Конечно, модели где-то подробнее описаны, где-то мы выбрали такой оптимальный вариант, чтобы он не слишком нас перегружал, для ознакомительного вполне достаточно. Взяли по мотивам этой книги. Значит, как вступление, скажем, такую преамбулу, собственно говоря, практически цитаты Кена Волбера, что за последние десятилетия мы стали свидетелями беспрецедентной эстетической ситуации, когда нам доступны все культуры мира. В прошлые времена, если вы, скажем, рождались китайцем, то, скорее всего, вам было суждено просуществовать всю жизнь в одной культуре, нередко в одной провинции, иногда в одном доме, живя, любя и умирая на нескольких пядях земли. Учитывая особенно, да, что по трудочасам уход за культурой, которую выращивают рис, это занимает 800 часов года, а за пшеницей уход примерно 300 часов года. Это известная тоже такая, знаете, парадигма, что для любой профессиональной специальности нужно 10 тысяч часов опыта, программирования, музыка или еще что-то. То же самое. То есть в Китае, видите, некогда было путешествовать. Собственно говоря, сейчас мы, не отходя, как говорится, находясь на одном месте, можем буквально погрузиться в любую культуру, фактически, в любую известную нам культуру и изучить ее. В глобальной деревне, которой, по сути дела, является нынешний мир, все культуры открыты и проницаемы друг для друга. А само знание ныне глобально. Это означает, что впервые за всю историю мы получили доступ ко всей сумме накопленных человеческого знания, открытий опыту, мудрости и размышлениями всех основных цивилизаций человечества.